Некоторые такие более-менее благородные жесты делали и вишинские правители. Но это всё по той же логике. За евреев, не имевших французских паспортов, они особенно не заступались. За тех, у кого паспорта были, они, в общем, старались всё-таки их не выдавать. И когда нацисты предложили аннулировать французское гражданство у тех, кто его получил после 1927 года, Лавань даже в роли не согласился. Но потом он категорически взял своё согласие назад и даже прямо сказал нацистам «Я вам не загонщик». Благодаря чему всё-таки довольно высокий процент евреев Франции спасся. Вот. Ну, что касается антисемитизма, то, во-первых, как я уже сказал, некоторые антисемитики, которые не себя называли, это вполне порядочное. А с другой стороны, во всей Европе после войны, хотя казалось бы, можно было ожидать солидарности, вот, антисемитизм скорее усилился, чем слава во многих странах. Вот. В какой-то степени это было связано с тем, что возвращение евреев для многих означало прямые материальные потери. Это прежде всего относится к Польше. Потому что за время немецкой оккупации еврейское имущество как-то нашло себе новых хозяев. Вот. Вот. Эти хозяева не стремились с ним расстаться. У меня есть знакомая, так сказать, она из самой исконной польской крестьянской среды. И поэтому я доверяю ей информации. И бабушка говорила, что после войны началась вторая война. Гражданская война между евреями, которые хотели получить свое добро назад, вот, и поляками, которые не хотели с ним расставаться, уже к нему очень привыкли за время войны, вот, и поэтому хотели его за собой сохранить. Но она даже называет это, за слов своей бабушки, настоящей войной. Вот. И такое было и во многих других странах Европы. Так что, еще, так сказать, отдельный случай, это Советский Союз, где Сталин, действительно, еще перед войной освободился от интернационалистской идеологии, и стал проводить более-менее националистическую политику, ну, конечно, очень осторожно. Вот. Например, полная, так сказать, реабилитация царизма, что проповедовали некоторые ученые-гужи, вот, в том числе и профессор Танлин, знаменитый историк, так сказать, скрещенный еврей. Но Сталин так далеко идти не хотел. Вот. Какие-то рудиметные интернационализмы должны были оставаться, и никогда евреи все-таки не были официально прокляты, хотя некоторые публицистические тексты 1953-го года, конечно, очень выразительные. Но это все-таки писал там Петр Измистьев такой был, публицист, а не Иосиф Сталин. Вот. Так что тут было все не так просто, хотя, конечно, усиление антисемитской тенденции оно наблюдалось во время войны, и в первые годы после войны, и особенно был большой всплеск в начале 50-х годов. Вот. Ну что касается, значит, больше я вам ничего про Холокост рассказывать не буду, давайте поговорим о судьбах антисемитизма в мире после Второй и Первой войны. Вот. Вот. Открытый такой политический антисемитизм, вот, конечно, был запрещен. Вот. Ну, разумеется, везде. В Испании, Португалии, в социальной, ну, бывшей, так сказать, особенно Испании, это был фактически союзник Гитлера, франкистской Испании, де-факто. Но Франко тоже был человек военный, тоже понимал, что ничего хорошего не будет, если он проявит слишком большую солидарность с нацистами. Вот. Ну, в тогдашних газетах этих движений я говорил, что в Португалии, поскольку я писал в своё время кандидатскую дезертацию о Салазаре и его политике о португальском диктаторе. Вот. И, разумеется, можно найти какие-то элементы антисемитизма. И вообще, когда в Испании Франко победила гражданскую войну, то еврейская община ушла в подполье. Вот. Она вообще опасалась, что будет проводиться политика гитлерского типа, и старалась вообще не базорить глаза. Ну, может быть, это и сработало, потому что уже через несколько лет после войны Франко сделал какие-то жесты в Антисе. Кроме того, во время войны испанские дипломаты и португальские дипломаты сделали не так уж мало для спасения евреев, особенно в балканских странах. И это облегчило потом примирение между евреями и испанцами, евреями и португальцами. Особенно, когда эти страны осудили деятельность своих королей 15-го века, которые выгнали евреев соответственно из Испании и Португалии. Испанский король в 92-м году, это была годовщина изгнания, лично пришел всегда Богу, просил прощения. Вот. А Португалий парламент принял официальное постановление об отмене указа короля Мануэла счастливого об изгнании евреев. Вот. Это, конечно, уже носило чисто символические характеристики. Вот. Да, о нейтралов-то я вам во время Холокоста ничего собственного не рассказал. Ну, нейтралов, что можно сказать. Они, с одной стороны, все-таки не пускали случаи иногда совершить губанный поступок. Вот. А с другой стороны, они, конечно, страшно боялись нацистов. Вот. В Швейцарии был такой пограничный офицер, который продал, кажется, деньги за это. Он провел довольно много евреев. А евреям пройти на швейцарскую территорию было нелегко. Хотя таких случаев в общей сложности было около 20 тысяч человек. Но вот этот Грефингер, он стал жертвой служебного расследования, подверг с некоторым репрессием и был реабилитирован только по смерти. Тоже отверстили португальскому консулу в Бордо, которого выгнали с работы. Он уехал в Бразилию и умер в бедности. Вот. Но уже в период демократической Португалии, не сразу. Генерция была и там. Но он все-таки получил от португальского президента Марио Суальча под смерть высший португальский орден Башни. Вот. В странах, воевавших с Гитлером, тоже были элементы антисемитизма. И особенно эти вопросы как-то стали злободневными для страны, которая, в общем, не знала никогда особенно погромов. Это Англия. Но тогда лично уже в отношениях между губличанами и евреями в период эльсианитского террора, который он скоро был. Вот. И который был часто направлен против высших британских гражданских чиновников и военных. Это, конечно, английскому народу не нравилось. Вот. Хотя английские евреи отмежевывались от такой практики. Ну, отношения, в общем, были кое-что неиспорчены. Вот. Ну, так сказать, периодом такого острого антисемитизма мы можем называть конец сороковых, в Восточной Европе опять обращаясь в Восточную Европу, конец сороковых, начало 50-х годов. Когда, значит, и Сталин, и его сателлиты расстреливали винтных евреев. Вот. Это относится и к лидеру чехословатских коммунистов Сладовскому. Это относится в Советском Союзе к Михайловску, к членам еврейского антифашистского комитета, который сам же Сталин легализовал во время войны и надеясь его помощью собирать за границей, прежде всего в Америке, средства. Ну, вот. Так что имели место всевозможные достаточно жестокие преследования. И, конечно, такой вот антисемитизм социальный, нежелание брать евреев на работу, было вполне распространённое явление в тот период. Но, конечно, никогда в самые худшие времена это не было на уровне нацистской Германии, особенно в периоды войны. Так что, если иногда сравнивать Сталина с Гитлером, то я вовсе не отрицаю, что у него были людоедами. Ну, специфически антиявленская струя была в Сталинском Советском Союзе гораздо слабее, чем в нацистской Германии. Я даже не хочу доказывать такие не самые очевидные вещи, но, к сожалению, некоторые в это не верят. Вот. Что ещё можно сказать об антисемитизме? Что, опять-таки, кроме… Значит, надо иметь в виду, что личные чувства того или иного лидера вовсе не обязательно отражаются в ее политике. Например, Никита Сергеевич Хрущев, судя по некоторым его высказываниям, был таким довольно сильным антисенитом. Но период Хрущевской ООО, он теперь, в общем-то, для евреев прошел без больших потерь и намного лучше, чем последующий период коллективного руководства, фактически из начала господства Олега Ильича Брездю, который был построен по отношению к евреям весьма снисходительно. Есть версия довольно планоподобная, что его супруга была еврейка, но дело даже не в этом, а в том, что он, например, говорил, ну, может быть, это Крабола, генеральный секретарь, что это значит, говорит, крабольные вещи, но почему бы, в конце концов, не открыть еврейский театр? Ну, пришла бы туда тетя Хана, послушала бы там еврейские свадебные песни, ну, что, так сказать, небо не упадет, социализм от этого нет, не развалится. Но интересно, что все-таки, если это были мысли Генсека, а это не какие-то разговоры, это протоколы заседания Полинбюро ЦК КПСС, Но если в Генсека были такие мысли, а на самом деле ничего реально не случилось в плане такой вот либерализации, то, конечно, видимо, все-таки его власть была неограниченной. Ну, кого-то я не думаю, что он уж так хотел настаивать, вопрос, конечно, был острый, и даже если он сам был в некотором смысле ленофилом, то он понимал, что эта точка зрения вовсе не свойственна многим его коллегам в Полинбюро, так что, может быть, и не стоит создавать еще одну конфликтную проблему для того, чтобы тетя Ахада могла сходить в театр и послушать еврейские песни. Вот. Вот такие дела, значит, были в Советском Союзе. Ну, а дальше уже ситуация развивается совсем по-иному, потому что сам Советский Союз прекращает свое существование. Наступает сначала перестройка, давайте еще, ну, в Советском Союзе, на самом деле, постперестройка, то есть тот режим, в условиях которого мы живем до сих пор. Вот. И в этих условиях, с одной стороны, конечно, почти исчезает государственный семитизм. Обратите внимание, кто у нас примет. И, конечно, есть очень, так сказать, большая культурная автономия евреев. Во-первых, есть вообще такие институты, которые называются культурно-национальными автономиями. Не только, естественно, для евреев, но и для других национальностей. Вот. В России, допустим, есть такая фенка. Федеральная еврейская национально-культурная автономия. Вот. Не надо сказать, что она так уж очень активна, но все-таки тоже что-то делает. Вот. Есть всякие организации, так сказать, религиозного типа, которые в основном заняты тем, что мы друг с другом. Вот. И, наконец, вот мы, грешные, тоже пытаемся развивать иудаику, создаем всякие высшие учебные заведения. Некоторые из них оказываются менее долговечными, исчезают, сливаются с другими. Причем мы это стараемся делать на масштабах всего бывшего Советского Союза. Вот. И, ну, в принципе, в наших мероприятиях и конференциях могут участвовать кто угодно. От Японии до островов Санто-Бэй, в принципе. Но билеты мы оплачиваем только бывшим советским гражданам. То есть гражданам тех стран, которые когда-то входили в состав Советского Союза. Вот. Это одна сторона. А с другой стороны, при почти полном отсутствии государства антисемитизма, антисемитизм общественный, антисемитизм на страницах газет и журналах, себя чувствует лучше, чем когда-либо в Советское время. Потому что даже во времена Сталина, в худшие годы сталинизма, конечно, вот такая прямая пропасть антисемитизма, чуть ли не пропасть по гробу, которую можно прочесть на страницах, некоторых журналов и газет в тот период была абсолютно исключена. Сталин, хотя и был человек очень жестокий, а при этом был еще очень децемит. Вот. Поэтому он очень следил за тем, что можно говорить, что нельзя. И повторяю, когда еще не в плане антисемитизма, а в плане такого подчеркнутого русского национализма, мы стали выступать некоторые деятели культуры, в том числе и еврейского происхождения, как в Тарме, их поправили. Вот. А в наше время это все абсолютно, так сказать, пишу, что хочу. Ну, как к этому относиться? Вот я выступал в Национальной библиотеке Карелии, и моя публика, весьма немногочисленная, задавала мне вопросы. А вот вы говорите, что нет государства в децемитизме. Ну ведь государство же терпит, что выходят такие газеты и журналы, так что и оно тут у него тоже раньше кушку. Ну вот. Ну, на это по-всякому можно относиться. Может, в некоторых случаях и стоило бы власть употребить. Но вообще, как вот говорили некоторые мои знакомые рубыцкие, так сказать, коллеги, что народ на протяжении стольких поколений, стольких десятилетий мы должны, ну, помалкивать. И сейчас мы опять будем запрекать арты. Ах-то нехорошо. Вот. Так что я тоже не очень большой сторонник такой запретительной политики. Вот все люди, которые, кстати, не знают, что я проповедую американский опыт, вот, но не в самой радикальной, в этом смысле, позиции, как вы и объясняли, я, конечно, не великаист. Что если вы где-то скажете, что всех евреев нужно убить, это еще не преступление. Вот. Это ваше мнение. Конечно, если мало кто согласится, то это будет ваше мнение, неподлежащее преследование. А вот если вы скажете, что давайте завтра в 11 утра соберемся так-то и так-то и перебьем всех евреев, это уже уголовное дело. Потому что тут выражаются, так сказать, какие-то, выражаются какие-то конкретные преступные доверия. И за это уже можно преследовать. Ну, во всяком случае, я бы преследовал, так сказать, очень посторонно все, не знаю, за мнение, даже если за мнение обстоятельства. У нас очень любили цитировать в период, так сказать, перестройки Горбачевские фразу Вольтера, что я ненавижу ваше мнение, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право их высказывать. Ну, вообще это красиво. Ну, это, конечно, в общем потенциально тоже связано с какими-то опасностями. Вот господин Копцев, совершенно больной парень, который ворвался, читал всякие книжки, пошел к выводу, что евреи хотят истребить всех неевреев. Вот, он не стал тратить время на дискуссии, пошел в синагогу и с ножичком даже вступил в контакт с прихожанами в синагоге, и многие были довольно несерьезно ранены. Ему дали довольно приличный срок. Причем со сроком не согласился ни он, ни его жертвой. И те, и другие требовали пересмотреть это дело. Его пересмотрели и дали ему еще несколько. Вот, такие вот дела у нас в Москве происходят. Ну, у нас тоже какие-то проявления, так сказать, такого антисемитского вандализма встречались. Совсем недавно, буквально, по-моему, четыре дня того назад. Бенурак, который еврейский такой религиозный силовал на кладбище, тоже, значит, пострадал от вандалов, ее опрокинули. Так что какие-то элементы антисемитизма есть везде. Они, конечно, есть в Западной Европе в большей или меньшей степени. Сейчас говорят много о новом антисемитизме, такой даже есть термин. Но это обычно все-таки имеется в виду враждебность к Израилю. Вот. И на это, на мой взгляд, не одно и то же, хотя иногда, разумеется, переходит и в враждебность ко всем евреям, как, так сказать, людям поддерживающим Израиль, так далее. Есть такое явление. Но тут тоже надо быть очень осторожным, потому что из того, что человек за что-то критикует Израиль, пусть даже неправильно критикует, это еще не делает его автоматический антисемитизм. Хотя эти вещи, в общем-то, как-то связаны антисемитизм и антисемитизм. Ну и, конечно, как это не парадоксально, я даже, так сказать, даже на мою душу мне приходится заканчивать таким парадоксом, это то, что самые главные антисемиты современного мира – это просимиты. Вот. Но это мы уже обсуждали на предыдущей лекции, потому что в арабских странах, конечно, критика Израиля и евреев уже выходит за все парламентские рамки. Я помню, что я был в Египте в период, ну, максимального успокоения на Ближнем Востоке. Вот. Это было после подписания мирного договора, это было накануне подписание, или после, я вообще не помню, мирного договора с Иорданией. Вот. Но, тем не менее, если смотришь на книжные развалы Александрии, там, видишь, огромное количество книг с совершенно российскими антиеврейскими карикатурами, с призывами к убийству, у них очень популярен такой мотив, что вот, значит, еврей какой-то отвратительный, и на него надевают, видимо, железный щит Давида, такую шестиконечную звезду, и душит с помощью такого значительного способления. И вот на такого рода продукции воспитывается молодое поколение арабских стран. Вот. Ну, я считаю, что и это, в общем, не так, чтобы уж навсегда, вроде какие-то меры по этой части, в некоторых хотя бы арабских странах принимают. Вот. Но в целом, конечно, такой вот звериный антисемитизм, он достаточно там распространён, и они стараются по мере возможности насаждать его и в других странах. Даже деньги на это тратят, в тех же Соединённых Штатах, ну, в общем, ничего не получается. Потому что большинство населения, как вы можете заметить, не относятся ни к антисемитам, ни к филосемитам. Большинство населения занято своими собственными делами. Вот. И, как правило, этих дел достаточно. Вот. И, значит, попытки распространять антисемитскую литературу в Америке, там, финансировать антисемитские организации, которые есть, я сказал только, что американцы очень терпили, может быть даже слишком. Они есть, но никто в них не вступает практически. Вот. Американцы – люди деловые, да и арабы в общем. Не очень любят бросать деньги на ветер. Поэтому они прекратили финансировать антисемитских организаций просто из-за того, что нет публики, которая бы этим достаточно интересовалась. С другой стороны, говорят не без основания, что евреи-то очень интересуются проблемами Израиля, проблемами сионизма, проблемами антисемитизма. Вот. Я недавно смотрел в риге по телевидению дискуссию, передававшуюся по телевидению BBC, где шла дискуссия, где шла полемика. Это, кстати говоря, знаменитый Оксфордский клуб. Оксфордское общество, где постоянно идут какие-то дискуссии и выдвигаются даже самые ордоксальные тезисы. Ну, а потом уже как проголосуют участники, то есть это, как правило, Оксфордский студент. Вот. И в этих клубах начинали свою политическую карьеру многие знаменитые английские политики. И вот обсуждался вопрос. Значит, такое положение, что существует все английское логи, и оно оказывает огромное влияние на политику разных стран, на сферу информации, в том числе и в Европе. Хотя в центре, в центре, в центре, вместе с Израилем. Ну, и большинство студентов проголосовало на зал, подавляющее, что две трети участников. Вот. Ну, во-первых, это же действительно, да и есть, конечно, сионистка, но и те, кто выступал на дискуссии, сами были деятелями разных. Бои не только за Израилем. Так что, в общем, в этом ничего уж такого для выходящего нет. Существует и арабская логи. Ну, конечно, такое мощное, чем люди и арабы всегда. Потому что их не так много и вовсе не подобны. Вот. Ну, на что я, в общем-то, предлагаю надежную перспективу. Это явительно, может быть, даже к арабским странам. Даже к арабам Палестины. Что всё-таки люди меняются. Что нынешние, даже нынешние палестинцы... Правда, их пока совершенно не отражается на выбор. Даже нынешние палестинцы, это всё-таки не те, которые были десят лет тому назад. У них меньше детей. То есть, с одной стороны, это, конечно, плохо себя. В принципе, считаешь, чем больше детей, тем лучше. Но когда детей меньше, это значит, что они больше дорожат человеческой жизнью. Кроме того, конечно, особенно арабов Израиля гораздо более высокий уровень жизни, чем у них было бы, если бы существовало государство Палестины. Я не сравниваю с государственными экспортирующими нефть. Но такое вот западное общественное процветание, в общем, в какой-то степени пришло и в Палестину. Но, повторяю, пока это не нашло никакого выхода на выбор. Что касается нашего отечества, то я не думаю, что вообще юридические вопросы, семитизм стоят на островах. Хотя, разумеется, пока существуют такие, происходят такие вещи, как вот эта осквернённая минора, успокаиваться нельзя. Но думаю, что уже, так сказать, как и здесь, так и в Восточной Европе еврейский вопрос отчасти утратил свою остроту по объективу причин. Ну, там ещё, потому что такое большое количество евреев, те самые десять, значит, миллионов, то есть три миллиона и десять процентов, вот, что они, конечно, сильно сократились за нацистов. Кроме того, была очень большая эмиграция после войны из Восточной Европы. Из России почти не было, но из России была тоже значительная эмиграция в конце, значит, в 70-е, 80-е, 90-е особенно было. Вот, так что постепенно евреи становятся скорее абстрактным понятием для жителей Российской Федерации. Вот. А из абстрактных понятий люди не склонны особенно волноваться. Я лично считаю вместе с таким публицистом Леонидом Ронзиховским, написавшим статью на эту тему в еврейском слове, что для России, так сказать, США, основные национальные проблемы России связаны с евреями и с мусульманами. Мусульман больше, у них высокая рождаемость, они более основательно придерживаются своей религии, евреев очень много, которые вообще чужды для религии или, скорее, ближе к христианству. Вот. У мусульман такого нету. И что, когда им обещают астимуляцию, что мы будем к вам относиться к если бы вы были русскими, то они, вполне возможно, могут ответить спасибо нету, вы не хотите, вы не русские. Вы мусульман, вы мусульман, вы татары и так далее. Так что, в принципе, это может быть какой-то проблемой. Это ещё зависит от того, как государство себя поведёт. Значит, не надо сказать, чтобы все национальные проблемы были решены. Но мне кажется, что вот в тем, что называется еврейский вопрос, нынешняя ситуация, в общем, не хуже, чем, мягко говоря, не хуже, чем было в прошлом. А так, если серьёзно говорить, то об их отношениях и лучше. При том, что действительно достаточно развит народ. Семитизм, мы уже говорили, что при всех серьёзных экономических потрясениях он обычно развивается. Ну и сейчас экономическая ситуация. Подержать, постучаться на дерево не такая плохая. Так что, в отношении этой проблемы, я думаю, что есть основания для осторожного активизма. Благодарю вас. Спасибо вам. Вопросы? Если есть, тогда вы. Спасибо. 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 Спасибо.